После полуночи 6 мая в городе Сумы прогремели взрывы. Российская армия в очередной раз нанесла удар по городу и области. Применила дроны-камикадзе типа «Шахет». 12 сбили силы обороны Украины под российской атакой «Энергетика». Одновременно было обесточено более 400 тысяч абонентов в Сумах и населенных пунктах области. Также обесточились потребители Харьковской области. По состоянию на утро потребители частично подключили. И сообщение Министерства энергетики Украины в Телеграм. В общей сложности по энергетической системе области зафиксировали 24 удара авиацией и беспилотниками. Вследствие атак были обесточены 67 населенных пунктов. В связи с массированной атакой шахедов на город, объекты критической инфраструктуры переводятся на резервное питание. Водоснабжение и больницы будут обеспечены резервным питанием в полном объеме. Также в городе разворачиваются пункты несокрушимости. Алексей Дрозденко, начальник Сумской городской военной администрации в Телеграм. Россияне действуют максимально рационально и они пытаются, обратив всю область в блэкаут, оставить местных жителей не только без тепла, электричества, но и еще оставить без стабильной связи. В таких условиях управлять и своевременно информировать местное население будет достаточно сложно. Пытаясь создать атмосферу хаоса и паники в регионе, для того, чтобы затем уже в рамках диверсионно-разведывательной деятельности максимально эти деструктивные процессы в регионе распространять. Именно в Сумской области россияне наиболее активно пытаются применять свои ДРГ. Силы обороны Украины еженедельно раскрывают по несколько групп противника. Раньше ДРГ противника были наиболее активны в Харьковской области, но за последнее время эта активность снизилась. В Черниговской области также активность ДРГ не фиксируется. А вот Сумская область остается для них приоритетом, потому что по несколько диверсионно-разведывательных групп противника выявляется в течение недели. Россия готовится к наступлению в районе Харьковской и Сумской областей, заявили в украинской разведке. В ГУР предполагают, что оно может начаться в конце мая или в начале июня. Северная группировка России, базирующаяся через границу с Харьковом, в настоящее время насчитывает 35 тысяч человек, но ее планируют расширить до 50-70 тысяч военнослужащих. Россия также создает дивизию резервов, то есть от 15 до 20 тысяч человек в Центральной России, которые они могут добавить к основным усилиям. Этого недостаточно для операции по захвату крупного города. Быстрая операция по входу и выходу возможна. А вот операция по взятию Харькова или даже города Сумы – это другой порядок. Россияне это знают. И мы это знаем. Вадим Скибицкий, заместитель начальника главного управления разведки Министерства обороны Украины, в интервью изданию The Economist. Силы обороны Украины укрепляют первую, вторую и третью линии обороны в Сумской области. Такое заявление спикер оперативного командования «Север» Вадим Мысник сделал в конце марта 2024-го. И работа над экстренным возведением фортификаций продолжается. Первая составляющая – это сохранение жизни и здоровья наших военнослужащих. Вторая миссия, которая возлагается на инженерной фортификации – это максимальное замедление продвижения вражеских сил и средств. В связи с тем, что мероприятие проводится в том числе и в крайне сложных обстоятельствах, когда противник имеет возможность наносить авиационные удары, использовать артиллерию, в том числе и реактивные системы, залпового огня для ударов по нашим не только защитникам, но и по специалистам, которые строят те самые инженерные фортификации. Это крайне усложняет процесс строительства, но процесс продолжается даже в таких неблагоприятных условиях. Российские оккупанты получили приказ взять хотя бы что-то к 9 мая, или, если не удастся, хотя бы к визиту Путина в Китай в середине мая. Об этом говорят в украинской разведке. Но значительных успехов от армии страны-агрессора украинские защитники не ожидают. В ГУР считают, что от того, насколько крепко вооруженные силы Украины держат оборону на Донбассе, и зависят будущие планы россиян относительно наступления на северо-востоке страны. Продолжение следует...